В Международном молодежном волонтерском центре МЧС в этот день собрались сандружины со всех областей нашей республики. Проявить себя в испытаниях разного характера, показать умение действовать быстро и сообща, такие задачи ставили перед собой все участники соревнований. Мероприятие началось с торжественной церемонии открытия. Ступительным словом выступили заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а также глава МЧС Брестской области. Нам очень отрадно, очень приятно принимать такие соревнования республиканского значения в городе Бресте, в культурной столице Беларуси, на территории пожарного аварийно-спасательного отряда. Бесспорно, это высокая ответственность, но, я повторюсь, это очень здорово, нас это очень радует. К нам приехали гости из всех регионов нашей страны. И здесь будут показывать свои навыки, возможности по оказанию первой помощи пострадавших в любых чрезвычайных ситуациях. Республиканскому конкурсу предшествовала серьезная подготовка. Участникам соревнований предстояло пройти ряд непростых испытаний. Первый этап предусматривал проверку табельного оснащения санитарной дружины, второй – работа в очаге комбинированного поражения, среди других испытаний – отработка действий в очаге химического поражения, а также инфекционного заболевания. Завершающей частью соревнований должен был стать теоретический конкурс. В течение года проверяется оснащение сумок, обновляется где-то спецодежда, оборудование, средства защиты. А тренировки непосредственно начинаются уже перед соревнованиями за примерно два месяца. Лично я в сан-дружине уже пять лет, с того времени, как пришла работать на птицфабрику «Дружба». Умение грамотно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций, предпринимать необходимые меры по предотвращению и ликвидации возгораний, приходить на помощь пострадавшим, навыки, которыми должны обладать работники предприятий. Ведь от того, насколько оперативными и слаженными будут их действия, могут зависеть жизни других людей. С целью совершенствования знаний в области пожарной безопасности и проводятся подобные соревнования. С ростом количества угроз и вызовов в настоящем мире, я думаю, что это можно наблюдать в том числе у наших соседей. Я думаю, что это служит спокойствием в нашем обществе и гарантией того, что мы готовы к любым непредвиденного рода мероприятиям, независимо от того и техногенным, и авариям, и катастрофам. Я думаю, что сегодня у участников соревнований есть возможность показать свои знания, практический опыт, ну и поделиться своим опытом со своими коллегами. Только оказание медицинской помощи в так называемый «золотой час» определяет исход состояния здоровья и качества жизни пострадавших. И умение оказать себе самопомощь, оказать взаимопомощь – это залог того, что будет хороший результат при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Церемония открытия соревнований завершилась вручением сотрудникам МЧС области почетных наград за заслуги в профессии из рук заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.